На самом деле фаворитов для глаз у меня оказалось не настолько много, насколько я думала, но тем не менее я отобрала для вас все самое лучшее, поэтому давайте приступать. Первое, с чего хочу начать, это базы под тени. И в 2016 году я любила именно базы, а не праймеры. Если вы не знаете, чем одно от другого отличается, я вам оставлю ссылку на свое видео, где я подробно это все объясняю. Но тем не менее, самые мои любимые и самые ходовые базы это либо MAC Pro Longwear Paint Pot, либо Maybelline Color Tattoo. В принципе для меня по качеству они, можно сказать, идентичные, то есть и та, и другая стойкая, хорошо растушевываются поверх тени, но вся загвоздка по большому счету заключается в оттенке. То есть если в MAC я больше всего люблю оттенок Soft Ochre, это оттенок такой желтый, практически как консилер этот оттенок работает на веки, то есть перекрывает любые недостатки на веки, какие-то сосудистые сеточки и так далее, то в Maybelline есть много разных оттенков. У меня, вот сейчас я вам показываю 91-й, это оттенок Creme de Rose, но у них очень много разных оттенков. И вот это тоже, это как аналог MAC, можно сказать, только немножко более он розоватый, такой пыльная роза, тем не менее на веки выглядит одинаково. Что касается остальных баз, то меня часто вот спрашивают, как я добиваюсь такого эффекта, что мои макияжи более как бы выразительные, более насыщенные и в первую очередь на снимках лучше их видно. Если у вас случалось такое, что кажется вам, что вы накрасились очень ярко, а на фотографии практически не видно ваш макияж, то стоит задуматься все-таки о покупке каких-то баз и использовании частом каких-то баз. И я говорю сейчас не только о тех, которые я упомянула, я также очень люблю использовать какие-то карандаши кремовые, либо, я не знаю, какие-то подводки кремовые, то есть любые кремовые текстуры схожего оттенка с тенями, которые я буду потом наносить поверх. Вот я вам тоже покажу мои фавориты, очень большие, это карандаши от Гош, это тени в стике, грубо говоря, то есть они так и называются, по-моему, да, Ай-Шарио. Они все очень металлические, то есть под металлические тени отличная такая подложка, которая вытянет металлик из теней еще сильнее. У меня несколько оттенков, самые мои любимые, это третий Light Copper, это именно такой вот светлый бронзовый оттенок, и также у меня есть оттенок второй Beige, это больше такой вот светлый, который подойдет там под всякие оттенки шампанского и так далее. Есть тоже два цветных, зеленый и синий, в принципе, в зависимости от того, где мне нужно, то есть какой оттенок мне нужен, те я буду использовать. Очень хорошая формула у этих карандашей, вернее, у этих теней. Они очень стойкие, легко растушевываются, то есть вы легко наносите, чуть-чуть можно даже пальцем растушевать, и сверху тени сразу выглядят намного более насыщенными. Точно такой же эффект создается от карандашей LOC. Эти карандаши разработала с Birchbox блогер Tati, возможно, вы ее смотрите на YouTube. И она, в общем-то, их так показала в своем видео, что мне их очень захотелось купить, и я не жалею, потому что реально очень стойкие карандаши. Вот Гош стойкие, но вот эти вот просто железобетонные. Насколько мне известно, они до сих пор продаются на сайте Birchbox, то есть их можно еще купить. Ну и в целом, как бы, их всегда можно достать на каких-то там ebay и так далее, если это прям для вас сильно интересно. Но действительно, вот эти карандаши у меня, опять-таки, оттенок очень светлый есть, который вот под все светлые тона, потом оттенок чисто золотой, и этот золотой, он реально настолько насыщенный, что тени просто вот как расплавленное золото выглядят на глазах. И тоже достаточно темный бронзовый у меня оттенок есть. Я вам показала очень много вариантов баз, но действительно в этом году это для меня огромный must-have, потому что без базы вот такой вот выразительный сильно макияж не сделать. Если для себя я не сильно часто пользуюсь этими базами, то если я делаю макияж кому-то еще, то если я хочу вот эту выразительность, я обязательно буду базу использовать. Теперь все касается теней. Я считаю, что самая лучшая палетка, которая вышла в 2016 году, это была палетка от Анастасия Байрли-Хиллз, которая называется Master Palette by Mario. Марио Дедивановик это всемирно известный выражист, я уже об этой палетке и в целом о Марио делал отдельное видео, опять-таки оставлю вам ссылку, если вы его не видели. Просто потрясающая палетка, я ее вот как купила, она у меня появилась по-моему в октябре, да, в начале октября, если я не ошибаюсь, и я ее просто не выпускаю из рук. Вот макияж, который сейчас на мне полностью выполнен этой палеткой, да и в целом последние, наверное, два месяца у меня макияж я делаю только с помощью этой палетки. Для себя лично я просто ее обожаю, потому что здесь собраны очень классные оттенки теней, которые я и так очень люблю, и я вот собираю из разных, собирала раньше, вернее, из разных палеток для того, чтобы сделать макияж, но вот в ней есть абсолютно все, что мне нужно. И я заметила, что с определенного возраста насыщенный макияж уже начинает конкретно так старить. Когда вам в районе 20 или там 20 с лишним насыщенный макияж смотрится круто, потому что это, ну, возможно, делает с одной стороны старше, но в то же время и как будто как ухоженней. Но в районе 30 насыщенный макияж уже конкретно начинает старить, и я бы все-таки рекомендовала ближе к этому возрасту переходить на более нейтральный макияж, вот по типу того, как вы видите у меня сегодня. Хотя это тоже достаточно насыщенный, я могу на повседневной основе сделать и намного менее насыщенный, но при этом лицо будет выглядеть очень свежим и очень ухоженным. Что же касается абсолютного мастхева, да, если бы я вам советовала что-то купить одно, то я однозначно в этом году и в прошлом году я советую Ларак Про. Это уникальная палетка, в которой собрано действительно, ну, просто все, что можно хотеть, вот именно для какой-то, для какого-то базового макияжа. И когда меня визажисты спрашивают тоже, чтобы такого купить хорошего, я всегда советую Ларак Про. И мне тут приходило несколько комментариев, что вот это вообще совсем не вариант для визажиста, потому что тут настолько маленький объем этих теней, что они быстро заканчиваются и так далее и тому подобное, что это вообще не про вариант. Но я вам что хочу сказать, для нормального визажиста главное не объем, как мне кажется, а главное окупаемость. Вот эта палетка стоит, ну, грубо говоря, если даже там супер дорогой доставка, она вам обойдется в 50 долларов, то нормальный визажист это отобьет где-то за 2 макияжа. Если даже вы начинающий визажист, и вы берете там поменьше за макияж, то вы отобьете, ну, за там 4-5 макияжа вы эту палетку отобьете и запросто можете потом за заработанные деньги купить себе такую новую палетку. Никто вам не запрещает этого, это не лимитная версия, то есть она постоянно продается, постоянно она доступна. И вот я и пользуюсь очень много, и тем не менее, как бы у меня, ну, вот только один оттенок у меня показалось там донышко, а вот все остальные оттенки, в принципе, еще так держатся, то есть уже близко к донышку, но тем не менее держатся. И мне кажется, что, например, те же тональные основы расходуются намного больше, но все равно 30 мл, есть 30 мл, да, есть разные там тональные основы по 50 мл, но они рассчитаны и для лица, и для тела, ну, и там больше бутылочки бывают тоже. А в основном, в большинстве своем, тональная основа это 30 мл, и что-то как-то я не вижу, чтобы визажисты сильно по этому поводу плакали, хотя реально это намного больший расходник, то есть тональная основа заканчивается намного быстрее, чем тени, поэтому я не вижу никакой абсолютно проблемы в том, чтобы визажиста заиметь вот такую палетку, тем более она тонюсенькая, и реально здесь вот просто, ну, вот идеальная растяжка для вот такого типичного салонного макияжа, любые с макия, любые, как бы, внешние уголки там выделены, и в то же время тут есть классные металлики, там золотой металлик, светлый классный очень оттенок, такой вот сатиновый, короче говоря, очень универсальная палетка для визажистов, и для любителей, которым нужно не 35 палеток, а вот просто купил одну и радуешься ей, вот однозначно вот это бы я рекомендовала. Если Лорак Про у вас есть, или в целом у вас достаточно каких-то базовых теней, я хочу вам посоветовать еще несколько вариантов, как разнообразить свою коллекцию, и я сейчас говорю об однушках теней, в первую очередь хочу поговорить о Color Pop, Color Pop это уникальная просто марка, тени стоят, ну как, я не могу сказать, что сильно дешево, каждая тенюшка стоит 5 долларов, это в принципе нормальная цена, ну уже достаточно такого, как бы серьезного бренда, то есть у MAC, например, тенюшки стоят 6 долларов, хотя они по качеству, я бы сказала, что похуже, чем у Color Pop сейчас, и в целом, как бы в принципе 5 долларов за один оттенок теней, это немало, но тем не менее, если вы хотите разнообразить свою коллекцию, я вам очень советую выбрать несколько каких-то оттенок из марки Color Pop, потому что металлики у них, это просто, это бомбезное качество, они выглядят очень насыщенными, единственное, за что я могу их поругать, так это за способ нанесения, потому что наносятся они идеально только пальцем, а остальными кистями это достаточно сложно, но в то же время, я всегда наношу пальцем, а потом края растушевываю кистью, и отлично это все получается, если говорить про какие-то оттенки, мне очень нравится оттенок Winnie и оттенок Lala, они между собой похожи, один Winnie, он более такой вот, как розовое золото, немножко с красноватым подтоном, Lala это типичная бронза, очень красиво смотрится, у меня еще тоже есть оттенок Eye Candy, это лиловый такой вот светлый оттеночек, тоже очень красиво смотрится в ежедневном, повседневном таком макияже, и я вот сейчас заказала себе еще больше этих теней, вот сейчас вот жду, когда придет мне доставка этих теней, но вот действительно, если вы хотите разнообразить и взять какой-то, например, один металлический оттенок или там несколько металлических, вот таких вот, чтобы очень сияющих, то я вам однозначно бы рекомендовала Colourpop, или еще одну марку вам покажу, это Makeup Geek, у меня оттенок конкретно здесь In The Spotlight, и это их формула Foiled Eye Shadows, то есть это металлическая формула, у них тоже уже достаточно много оттенков здесь, в линейке, то есть можно выбрать не обязательно этот, а любой, который вам нравится, конкретно In The Spotlight, это тоже очень насыщенный, металлический, персиковый оттенок, безумный просто оттенок для освежения глаз, вот как только его наносишь на глаза, сразу кажется, что глаза какие-то более сияющие, и ты вот их всматриваешься в эти глаза, и не понимаешь, почему вот они так как-то сияют и блестят, вот это уникальный оттенок, очень красивый, но тем не менее, если персиковый, это не ваш вариант, вы можете выбрать абсолютно все, что вам нравится. Давайте теперь поговорим о карандашах и подводках, за последний год выделились для меня только две марки в плане карандашей, и обе бюджетные, первая марка это карандаши Гош, у них линейка называется Velvet Touch Eyeliner, и у меня это черный и коричневый оттенок, вот коричневый у меня уже заточенный, достаточно сильно, вот видно, что от него осталось, ну где-то наверное чуть-чуть больше половины карандаша от него осталось, я постоянно этими карандашами пользуюсь, как для себя, так и для клиентов, регулярно они у меня в ходу, очень стойкие, и здесь указано, что они водостойкие, ну я этот момент не проверяла, но они действительно очень стойкие, и что мне в них особенно нравится, они очень достойно держатся на слизистой, поэтому если вы ищете такой вариант, это очень доступный вариант, Гош продается, ну собственно во многих магазинах, где продается бюджетная косметика, там можно зачастую найти Гош, и тоже еще один мне карандаш очень понравился, это карандаш от Джордана, здесь написано стойкость 12 часов, действительно тоже очень стойкий карандаш, единственное, я на слизистую его не могу использовать, он у меня вызывает чувствительность, и начинают слизиться сильно глаза, но если вот просто по ресничному краю, то нормально, почему я хочу его упомянуть, потому что если вы никогда за собой не замечали чувствительность глаз, можете вполне попробовать, он стоит по-моему 2 доллара, если я не ошибаюсь, то есть очень дешево, но это реально, это очень классное качество за эти деньги, если вы не страдаете какой-то чувствительностью глаз, то обязательно попробуйте, у меня это оттенок, кстати Espresso Last, и такой вот хороший, красивый, коричневый, темно-коричневый оттенок, что же касается подводки, то здесь у меня единственный вариант, эта жидкая подводка, можно сказать, украла мое сердце, потому что она настолько бюджетная, настолько просто ее заказать, и настолько она классная, что я просто как-то, другие подводки, у меня не было желания даже пробовать, их как-то тестировать, и я сейчас говорю о подводке от Faberlic, у меня это коричневая и черная версия, я постоянно их заказываю, я не знаю, за год у меня, наверное, их уже штук 5, было что 1, что 2, то есть как только она начинает подсыхать, я сразу же заказываю новую, очень-очень-очень классная подводка, вот я вам серьезно говорю, если вы любитель жидкой формулы в подводках, вот попробуйте, я вам гарантирую, вы не разочаруетесь, потому что она и стойкая, и хорошо наносится, и не плешивит, и выглядит хорошо, то есть она не выглядит глянцевой, она выглядит именно такой вот красивой, насыщенно матовой, короче, мне даже ничего больше и не хочется от подводки, поэтому я и говорю, я на другие даже особо и не смотрю, что касается туши, то мне за весь год нравилось только 2 туши, одна из люксового сегмента, и вторая из бюджетного, что касается бюджетного сегмента, то мне очень нравится тушь от Bourjois, которая называется Volume Reveal, это вот такая вот треугольная у нее упаковка, у меня конкретно это водостойкая серия, но у меня этих тушей уже 3 штуки, одна водостойкая, одна черная, и вторая уже на запас у меня черная, лежит, что на случай, когда она у меня закончится, чтобы был запасной вариант, настолько она мне действительно нравится, очень классная тушь для того, чтобы прочесывать реснички и добавлять им объем, если у вас свои ресницы маленькие, короткие, невзрачные, вот эта тушь действительно сможет их как-то вывести на новый уровень, потому что она не слепит это все вот в какие-то паучьи лапки, она действительно постепенно расчесывает, то есть не за один вот так вот раз, конечно, вы получите такой эффект, но она очень хорошо наслаивается, то есть ее вот так вот наслаиваешь, 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 и каждый раз она прочесывает реснички и добавляет им объем, прочесывает, добавляет объем, короче говоря, вот с этой тушью я реально свои ресницы хотя бы вижу, потому что в целом у меня ресницы отвратительные, их вообще не видно, их вот этот вот изгиб именно у меня не получается создать, то есть они у меня вот максимум вот чуть-чуть вот так вот показываются, и они даже не поднимаются настолько, чтобы вот закрывать хотя бы часть века, поэтому как бы когда я пользуюсь вот этой тушью, она действительно как-то их приподнимает, особенно вот водостойкая, водостойкие формулы чем хороши, тем что они лучше вот как бы завивают ресницы, и они как лак фиксируют вот в этой форме ресницы, поэтому всем рекомендую, вот если вы пользуетесь сугубо бюджетными тушами, не хотите разоряться на что-то более дорогое, то вот буржуа вот это отличный вариант, и для тех, у кого классные ресницы, и для тех, у кого отвратительные ресницы, как у меня, что касается люксового варианта, у меня сейчас осталась только вот такая мини-версия этой туши, это Too Faced Better Than Sex, я покупала, у меня было уже две полноразмерные версии, и последний раз, когда я заказывала, мне положили еще вот такую вот маленькую версию, сейчас вот у меня маленькая версия осталась, вот эта тушь, это то же самое, что вот эта, но только быстрее, наверное, вот так бы я описала, то есть вот эта, это действительно раз, два, и все, у тебя уже идеальные ресницы, то есть эффект у них очень похож, единственное, что вот этой нужно немножко дольше поработать, и самое последнее, что я хочу сегодня вам показать, это накладные ресницы, я рекомендую эти накладные ресницы, не только для работы, но также и для личного пользования, потому что если вы купите один или второй вариант, вот сто процентов он у вас не заваляется, и будет в ходу на какие-то, возможно, праздники, на какие-то выходы куда-то, я сейчас говорю о наборах от Ardell, это очень классные ресницы за свои деньги, потому что стоит вот один такой набор 10 долларов, и вы получаете за эти деньги 4 пары ресниц, если вы пользуетесь для себя, то их можно использовать больше, чем один раз, то есть вы аккуратно их снимаете, очищаете, и ну раз 5 вы точно сможете с ними походить, то есть грубо говоря, с одной упаковки у вас сразу получается 20 носок, у меня здесь остались только вот эти вот натуральные, и я вам тоже еще показываю пучковые, но самые мои любимые, те, которые называются Dimey Whispies, у меня сейчас они закончились, надо заказать новые, они потрясающие просто в том плане, что они достаточно выразительные, но в то же время они не такие, которые, знаете, аж до бровей там достают, и прям уж совсем такие огромные, и тем, кто не привык носить накладные ресницы, они отлично подходят, потому что все говорят, что сначала вроде как неудобно, но потом вот буквально через минутку-две привыкаешь, и отлично они смотрятся, отлично они вот подчеркивают вот эту вот, такую более вытянутую, даже миндалевитную форму глаз, вот и все, это были все мои фавориты, у меня на канале уже вышло видео с фаворитами для лица, если вы его пропустили, опять-таки ссылочку я вам оставлю, то есть можете его посмотреть, и делитесь обязательно вашими фаворитами, я в прошлом видео под фаворитами лица почитала, там уже некоторые ваши советы, поэтому беру их на заметку, думаю в 2017 году, некоторые из них точно протестирую, и на этом я буду с вами прощаться, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне пальцы вверх, и мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео, пока!